Прививать интерес к родной культуре необходимо через народное творчество. Именно для этого создан всероссийский форум этнокультуры «Золотая колыбель». В Чебоксарах познакомиться с опытом работы по этнопедагогике на одной площадке собрались учителя из разных регионов России. Форум посвящен основателю Чувашской этнопедагогики, академику Геннадию Волкову. Всю жизнь он посвятил интеграции народного творчества в образовательный процесс. Теперь его дело продолжают на уроках культуры родного края. Чувашского языка и литературы. На мастер-классах в 62-й столичной школе учителя показали процесс вышивания и объяснили, как читаются символы Чувашской вышивки. За другой дверью урок по народным играм с традиционными песнями и танцами. Дети, которые не знают Чувашского языка, но с удовольствием занимаются постижением народных ремесел, ценностей Чувашской культуры. А этнопедагогика, то есть через сказку Чувашский язык, не заставляя, не уча правила грамматики, которые в Чувашском языке очень непростые, очень сложные, а именно привлекая вот этим естественным народным творчеством. Профессор из Воронежской области Елена Губанова учит лепить глиняные игрушки-свистульки. Издавна ими не только играли, но и освистывали жилища от злых духов. Насечки, знаки солнца, воды и земли. Элементы во многих национальных культурах одинаковы. Через игрушку передается огромный пласт традиций. Отражая в игрушке эти элементы, мы этим самым призываем вот эти стихии природы, вот именно на положительное такое, на урожай. Поэтому игрушка, она такой, знаете, точный и в то же время емкий элемент поликультуры. На этом общение педагогов не заканчивается. Обмениваясь опытом, они активно внедряют новые методики на уроках в своих школах. Таким образом уроки будут проходить еще интереснее и знания будут усваиваться лучше. Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.